Друзья, приветствую вас на канале SkyArtist. В первой части данного видео мы с вами наблюдали нечто, появившееся с огромной скоростью и за 4 секунды скрывшееся из виду, после чего на наблюдателя, снимавшего полет ракеты с крыши, обрушился страшный грохот, сверхзвуковой хлопок. Ебать! На фоне заявлений Министерства обороны РФ о применении гиперзвукового оружия, многими блогерами во всем мире и в нашей стране было сделано предположение, что на этих кадрах мы видим пролет кинжала, аэробилистической ракеты, реализующей воздушный старт со сверхзвукового перехватчика МиГ-31. Маленький отрывочек из одного иностранного видео. Мы присутствуем при историческом событии. Впервые мы имеем доказательства применения последнего поколения гиперзвуковой ракеты Кинжал, вещает один из англоязычных блогеров, специализирующихся на военной тематике. Не стал исключением и наш канал, мы тоже предположили, что это был кинжал, хотя есть также предположение, что это было нечто совсем другое. Какие есть еще версии по поводу того, что же это все-таки было, давайте разбираться. На данных кадрах запечатлены пролеты дозвуковых крылатых ракет. Сверхзвукового хлопка нет. Шум от приближающейся ракеты мы слышим еще до того, как она прилетит над головой оператора. Примерно так выглядит полет российских дозвуковых крылатых ракет Х-101, дозвуковых модификаций крылатых ракет Калибр, практически всех американских натовских крылатых ракет, таких как Томагавк, Гарпун, ДжСМ, НСМ и все, что вы видите на этом изображении, все это дозвуковые крылатые ракеты. Информацию о том, что вероятный противник обладает сверхзвуковыми крылатыми ракетами или гиперзвуковыми, пока еще вроде как не было. Такие ракеты, да, непросто, но все же можно перехватить и истребителем, поразить имеющимися комплексами ПВО. Ну а что же мы увидели на том самом облетевшем весь мир видео? Вот ебать это пизда, нахуй! Ебать! Ракета появляется бесшумно, бесшумно пролетает над головой оператора, в этот момент мы засекаем секундомер, и спустя только 4 секунды, даже 4,3, раздается сверхзвуковой хлопок, после чего мы начинаем слышать шум работающих двигателей на этой самой ракете. Давайте еще раз сравним с пролетом до звуковой ракеты. А теперь попробуйте на наших кадрах разглядеть корпус ракеты. Вот ебать это пизда, нахуй! Ебать! Заметили? Я тоже нет. Есть версия, что корпус скрыт вот этим вот свечением, то есть ракета движется в облаке ионизированного газа. Эту версию высказывали в комментариях, и она имеет право на жизнь. Если бы это было пламя из двигателя, то перед ней мы бы видели темный сигарообразный корпус ракеты. Можно, конечно, грешить на качество видеосъемки, но хоть убейте, корпуса я здесь не вижу. Это удивительно, и я сам не верю своим глазам. Хотя и версия очень плохой матрицы на видеокамере тоже заслуживает внимания. После выхода первой части многие комментаторы высказали свое предположение, что это не может быть кинжалом. И вот почему. Мы с вами замерили высоту пролета. Как смотрите, в первой части это было порядка 1400-1500 метров над головой наблюдателя. И если быть точным, то это была не высота, а скорее расстояние. Дистанция, которую прошла звуковая волна, от источника шума до уха, а точнее до микрофонов камеры наблюдателя. Допустим, что камера сейчас поднята относительно горизонта на 60 градусов. Тогда высота пролета снаряда будет порядка 1300 метров. И это, по мнению многих, слишком низко для кинжала. Кинжал – это аэробаллистическая ракета, не крылатая, двигается по баллистическим траекториям. По сути, это и есть баллистическая тактическая ракета, которую подвесили под самолет. МиГ-31, как бы, является для нее первой ступенью, или, если хотите, разгонным блоком. За счет этого она имеет гораздо большую дальность. Вот так выглядела бы ее траектория. И цель она должна была поразить практически вертикально. Испытания, которые несколько лет назад нам показывали, осуществлялись на очень большой высоте. Мы знаем, что максимальную скорость кинжала развивает на высоте 20 тысяч метров. Запустить кинжал по настильной траектории в принципе можно, но на небольшую дальность. Поэтому многие высказали свое предположение, что перед нами все-таки какая-то крылатая ракета. Давайте посмотрим на это. Субтитры сделал DimaTorzok Россия имеет на вооружении ряд сверхзвуковых крылатых ракет. Например, вот как здесь комплекс «Бастион» и, по-видимому, ракета «Оникс». Ее заявленная максимальная скорость 2,5 маха. А есть еще совместная российско-индийская «Брамос», которая на базе того же «Оникс». И имеется информация, что у нее уже 2,8 маха. Есть еще сверхзвуковые крылатые ракеты, которые стоят на вооружении еще с советских времен. «Москит», например, 2,8 м. Ничего подобного у вероятного противника пока еще нет. И мы с вами можем предположить, что к этому списку теперь добавилось нечто новое. То, что летает в облаке светящейся плазмы. Как это называется? «Циркон», «Коала», «Оникс-М» или как-нибудь еще? Я думаю, когда-нибудь мы с вами узнаем. В самом конце еще две версии. Если по настильной траектории запустить баллистическую тактическую ракету, тот же самый «Искандер», то он тоже полетит с гиперзвуковой скоростью. И, наконец, последняя версия, на которой настаивают многие комментаторы. Все это мультфильмы. А на сегодня все. Если понравилось, подписывайтесь на канал. Если я о чем-то забыл рассказать, обязательно напишите в комментариях. С вами был Владимир Потапов. Субтитры создавал DimaTorzok